Саратове прошли дни памяти архиепископа Саратовского Ивольского Пимена Хмелевского. 9 декабря в консерватории имени Собинова состоялся концерт архиерейского мужского хора Саратовской митрополии. 10 декабря – панихида по владыке Пимену. Саратовцы всегда тепло и с любовью вспоминают владыку Пимена. Он бессменно возглавлял Саратовскую епархию с 1965 по 1993 годы. И сделок за это время для епархии очень много. В память об этом архипасторе в эти дни в стенах Большого зала Саратовской консерватории обязательно звучит музыка. Выступает архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением регента Александра Занорина с концертной программой «Русская хоровая музыка в панораме столетия». Благодаря владыке Пимену Саратов стал городом, где сохранилась связь между традиционно высокой светской музыкальной культурой и культурой церковной. Владыка любил искусство во всех его проявлениях. Он хорошо знал симфоническую и оперную классику, а в 1990 году даже являлся почетным членом жюри международного конкурса имени Чайковского, хотя музыкального образования у него не было. А со сцены прозвучали композиции Гречини и Новокостальского, два фрагмента Сергея Танеева из цикла «16 хоров» на стихи Бальмонта. В концерте принял участие хор музыкально-эстетического лицея под управлением Галины Ботовой. В завершении программы коллектив исполнил заключительную часть оратории Валерия Калистратова «Преображение». 10 декабря божественную литургию и панихиду по архиепископу Пимену в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова совершили митрополит Саратовский Ивольский Лонгин и епископ Покровский Николаевский Пахомий. Владыка жил в очень сложное время, то время, о котором мы сегодня пока еще помним. Сейчас все гораздо проще, сейчас гораздо больше возможностей церкви совершать свое спасительное служение. И если мы не воспользуемся этой возможностью так, как должно, то будет для нас великий стыд. Вот хотя бы перед теми нашими предшественниками, которые в других условиях делали тоже очень много, они скажут, где же вы были, если бы нам бы хотя бы год пожить в тех условиях, в которых живете сегодня вы. Несмотря на огромное количество претензий, которые к Владыке Пимену имели власти, ему только за два года удалось добиться открытия 70 храмов. Саратовская и Волгоградская епархия в результате деятельности Владыки расширилась, и Святейшим Синодом было решено разделить епархию на две. Так, с 1990 года Владыка Пимен стал именоваться архиепископом Саратовским и Вольским. Скончался Владыка Пимен 10 декабря 1993 года. Погребение было совершено по благословению Святейшего Патриарха Алексея II в ограде Свято-Троицкого кафедрального собора у алтаря.